всех приветствую на канале мир пиво с вами Юлия Сергеевна сегодня мы будем дегустировать пиво Дюэль бельгийское пиво от пивоварни Дюэль Мордгат пивоварня располагается в муниципалитете Пурс в бельгийской провинции Антвертон уже четыре поколения семьи Мордгат продолжают дело отца основателя пивоварни Яна Леонардо Мордгата который со своей женой в 1871 году основал первую пивоварню ему удалось все-таки сварить методом проб и ошибок свое лучшее пиво которое покорило сердца буржуазии Брюсселя он продает свое пиво возит его в Брюссель на лошадях и повозках их дети также продолжили дело своих родителей также продавали пиво возили его в Брюссель на лошадях и повозках первая мировая война способствовала их знакомству с английскими элями и вот один из сыновей решает сварить особое бельгийское пиво на основе английской модели он отправляется в Шотландию где ему с большим трудом удается раздобыть кувшинчик местных дрожжей которые становятся впоследствии основой их успеха но успех пришел не сразу они очень долго экспериментировали и все-таки создали свой лучший рецепт свое новое пиво они назвали Виктори Эль в знак окончания первой мировой войны так они его назвали и вот однажды местные сельский сапожник пробуя это пиво воскликнул черт возьми это настоящий дьявол а не пиво и вот с 1923 года это пиво продается уже под новым названием дюэль и также эта приставочка появляется и в названии самой пивоварни в конце 60-х годов пивоварня изобрела бокал в форме тюльпана кстати до этого не существовавшего в 70-х годах начинается международная экспансия пивоварни а с 2000 она начинает расширяться путем покупки других пивоварен 2006 она покупает пивоварню ашу в восьмом лиф манс в десятом деканин в общем пивоварня расширяется и несмотря на множество подражателей ее пиво остается уникальным вот это пиво дюэль кстати она раньше была темным затем вот стала золотистым эллим сохранив при этом свою крепость крепость восемь и пять процентов экстрактивность начального сусла 17 составе здесь вода солод сахар мель дрожжи так что вот такой вот пьет таким страшным названием ну что же давайте будем дегустировать сладкие нотки аромата слышу такой вот желтый цвет летний даже носок яблочный похоже чем-то пены много как вы видите она неоднородная вот здесь мелкие пузырьки и вот выше здесь уже крупные сверху плотная такая вот она липкая прям стойкая белая красивый внешний вид хочется попробовать давайте аромат ощутим фруктовый аромат фруктовые нотки яблочко даже вот пряные нотки есть присутствуют так вот алкогольных ноток не ощущаю какая-то вот так перечность такая вот есть и трубку сладость тоже в аромате присутствуют сквозь пену так вот не особо ярко уже слышь когда бутылку от открыла ярко прям сладкие нотки были слышны ну что давайте будем пробовать ничего страшного очень даже приятный вкус хорошо карбонизировано пиво уравновешивает вкус и вуалирует алкоголь наверное все таки этот 85 процентов во вкусе не ощущается пока я ощущаю сладость фруктовая легкая сладость и вот слабая слабая мягкая горечь что здесь дьявольского почувствовал тот сапожник пока не понимаю легкая кислинка сладость горечь совершенно не навязчивая ее практически даже не ощущаю немножко вот в горле такой вот сейчас вот проявляется алкогольный вот характер слегка общее впечатление как бы для меня какое-то это пиво не кажется каким-то выдающимся честно скажу внешний вид да мне очень понравился и пена такая вот липкая стойкая такая вот плотная горечь вообще не не жгучая никакая вот не противная слабенькая горечь и она недолго сохраняется послевкусие послевкусие больше хлебная и вот в аромате стали проявляться более вот явно так дрожжевые все-таки нотки во вкусе тоже сладость слабая сладость и вот больше вот кислинка опять же такие вот какая-то хлебная вот дрожжевая а так в принципе пьется пиво легко даже приятно освежает несмотря на его вот крепость но в то же время и согревающий эффект а так вот совершенно не горькая нечего бояться пробуйте но я поставлю этому пиву 3 балла с вами была юль сергеевна подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и до следующего пива чёрт возьми это же настоящее дерево но не пиво это наверное было именно так товарищи а